Добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем цикл вебинаров в рамках проекта «Гимназия. Территория социально значимых инициатив», который стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов Министерства образования и науки Российской Федерации в номинации «Воспитательные практики в культурном, историческом, экономическом контексте региона». Данный проект разработан творческим коллективом «Гимназия номер 2» под руководством директора гимназии Татьяны Станиславовны Калининой, почетного работника общего образования. В работе нашего вебинара принимает участие Власова Светлана Валерьевна, заместитель директора гимназии номер 2, Попова Наталья Юрьевна, учитель Истории и Общества Знания гимназии номер 2, заслуженный учитель Российской Федерации, Сергеевичева Наталья Юрьевна, учитель Истории и Общества Знания гимназии номер 2, Иванова Нина Евгеньевна и Костенко Елена Михайловна, учителя начальных классов гимназии номер 2 города Нижнего Новгорода. На вебинаре педагоги практики представят опыт реализации школьных проектов. Школьный проект – территория социально значимых инициатив, как пространство совместной деятельности детей и взрослых. Всем участникам вебинара мы предлагаем в чате задавать вопросы по интересующим темам. В конце вебинара мы просим оставить свой отзыв, ответив каждому на вопрос, чем полезен для вас вебинар. Итак, мы начинаем. Территория социально значимых инициатив. Целевым назначением проекта является повышение качества образования и воспитания гимназии через поддержку инициатив школьников и формирование активной гражданской позиции жителей мегаполиса. Данная цель достигается через разработку и апробацию модели вовлечения школьников и взрослых в социальные практики, в условиях историко-культурного, научно-образовательного потенциала города Нижнего Новгорода. В соответствии с вышеизложенным коллективом решаются следующие задачи. Задачи представлены на слайде. Целевая аудитория проекта определяется особенностью гимназии, как учреждение, которое объединило представителей различных субъектов социальной жизни. Это учащиеся, родители, жители микрорайона Ярмарка, детское речное пароходство, школа-интернат 95, детский сад 54 и социальные партнеры Университет имени Лобачевского, Губернский колледж. Все участники объединены для обучения, обмена опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения методик социальных практик, новых механизмов для внедрения в социокультурном пространстве Нижегородской ярмарки. Инновационная воспитательная среда предполагает реализацию следующих проектов. На экране представлены данные проекты. Это лаборатория юный естествоиспытатель для учащихся с 9 до 13 лет. Это центр психолого-педагогической и адаптивной поддержки силы жизни. Это центр ценителей русского языка «Мир живой мысли». И центр социально значимых инициатив «Мир неравнодушных детей и взрослых». Проект отвечает целевым установкам стратегии развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года. Это формирование общественно-государственной системы воспитания детей, учитывающей интересы, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Инновационная воспитательная деятельность направлена на повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей. На формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности как образовательных, так и культурных, научных и других организаций. На повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, которые находятся в социально опасном положении. Участие обучающих в реализации городских и социальных практик на данный период является чрезвычайно актуальным, так как способствует формированию гражданско-правовой позиции личности, формированию патриотических чувств как сопричастность, гордость за свой город. Программные мероприятия нашего проекта «Гимназия территорий социально-значенных инициатив» подобраны и разработаны таким образом, что дают возможность всем участникам проявить себя в разных социальных практиках, что соответствует программе развития и образования 2016-2020 года Нижегородской области в историческом, культурном, экономическом контексте региона. Направленность проекта обусловлена приоритетными задачами и современными социокультурными реалиями региона. Социальные практики ориентированы на вовлечение подрастающего поколения в социально преобразующую деятельность, приобщение к культурным и духовным ценностям Нижегородской области, ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности в период подготовки к празднованию 800-летию Нижнего Новгорода, 125-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки Межгородской ярмарки и 90-летию Канавинского района. Это говорит о том, что проект после декабря 2018 года продолжит свое существование и не потеряет свою актуальность. Сегодня мы более подробно остановимся на реализации воспитательного потенциала Центра социально значимых инициатив. «Мир неравнодушных детей и взрослых». Результаты данного проекта могут быть тиражированы и в других образовательных организациях с учетом их особенностей. Следующее выступление предлагается развитие гражданского самопознания школьников в социально ориентированных практиках. Я передаю слово Поповой Наталье Юрьевне, учителю истории общества знаний гимназии номер 2, заслуженному учителю Российской Федерации. Доброе утро, уважаемые коллеги. Социальная практика – это вид деятельности, в ходе которой ребенок принимает позитивный социальный опыт, получает навыки социальной компетенции и реального действия в обществе, осуществляет результат действий и способен оценить изменения. Мы рассматриваем социальные практики как интеграцию различных способов освоения социума, тем самым раскрывая и увеличивая творческий потенциал ребенка. Социальная поддержка инициатив школьников, педагогами и родителями, их совместная проектная деятельность является, на наш взгляд, эффективным условием формирования активной социальной и личной позиции гражданского самосознания школьников. По отношению к существующим проблемам, его ближайшем окружении и территории. Поэтому проект и получил название «Центр неравнодушных детей и взрослых». Цели и задачи проектной деятельности будут представлены на последующих слайдах. Социальную практику мы рассматриваем как деятельность, направленную на формирование и отработка индивидуальной или групповой модели проекта. Модель социального поведения, получение опыта социального действия. Разработка и апробация дальнейшей использования проектного продукта способствует осознанному планомерному достижению личностных результатов учащимися в процессе социальной практики. Косвенно способствует достижению метапредметных результатов, преобразованию и применению социального опыта в жизни школьников. На слайдах вы видите один из проектных продуктов «МЭМ». Выбора нет. В данном случае это та проблема, которую организировала школьников по проблемам ямочного ремонта на той территории, где мы находимся. Данный «МЭМ» распространен в социальной сети «Контакт» учащихся и пользуется довольно большой популярностью. Также здесь представлены два варианта социальной рекламы «Молодежный Нижний» как отражение позиции современного поколения и социальный плакат «Выбор за тобой Канайский район», на котором совершенно очевидно район представлен как планета обитания молодого поколения и хорошо узнаваем символы храма Александра Невска и Нижегородской ярмарки в чистоте, и другой вариант представлен как захламленный мусором. Выбор ребенка очевиден, к чему он призывает. О практике. В первую очередь это деятельность. Значит, у ребенка должны быть цели и мотивы деятельности, должны быть самостоятельные действия, направленные на достижение результата, должна быть рефлексия деятельности. Должны, должны, должны. Если ребенок должен, он не так эффективно действует. Поэтому мы используем на уроках очень простой прием. Я предлагаю детям на уроке задуматься, ты вышла из квартиры и твой взгляд. Что мешает твоему взгляду двигаться дальше? И в процессе обсуждения дети сначала не понимают, что может помешать движению взгляда. Потом появляется бумажка, которая на полу, банка, выброшенная не в положенном месте и так далее. Следующий этап. Когда ребенок на следующий день уже осознанно выходит из дома, и его взгляд действительно пытается найти то, что его не устраивает. После этого происходит обсуждение уже в группах ребят, совпадает, не совпадают их пути следования из дома в школу. На основании этих обсуждений происходит составление анкеты. Дальше проводится анкетирование родителей учащихся и родителей, воспитанников детского сада, которые находятся в шаговой доступности от нашей гимназии, а также жителей дома. По результатам анкетирования дети выделяют те проблемы, которые их наиболее сильно мотивируют. Именно то, на что они могут повлиять своими действиями. Результаты анкетирования показали наличие сомнений в гимназистах. А как я могу один или в группе изменить отношение людей к этой проблеме? Поэтому определилось две полярные группы. Первая, мы будем пробовать, и может быть у нас получится. Вторая, людей не приюбедишь, нас слушать не будут. Однако я все-таки буду делать, потому что надо что-то делать. Когда мы разрабатывали проект, мы предлагали некоторые темы для детей. Дети эти темы вывели на немножко другой уровень восприятия. И вы на данном слайде видите эпизод социального ролика о том, как ребят беспокоит то, что автовладельцы ставят во дворах машины так, что не позволяет проехать в случае какой-либо экстренной ситуации машинам экстренного реагирования. Далее, если вернуться к тому, как мы немножко были удивлены выборам детей. Наибольшее количество социальных рекламы и социальных роликов дети создали по темам «Ты бережешь Волгу», «Проблема чистой воды» и наличие мусора на берегах Волги или озера, которое находится недалеко от нас, Мещерского озера. «Я люблю Нижний Новгород», но тема «Я люблю Нижний Новгород» оказалась упущена в переживании детях за чистоту Нижнего Новгорода. И тема «Профилактика личной безопасности граждан». Дело в том, что гимназий номер 2 находится на территории микроороны ярмарка и имеет в данный момент два здания, которые разделены примерно двумя километрами. И многие дети отводят своих младших сестер или братьев, во второе здание находится начальное школа и забирают. Их, им не безразлично то, что у них видят на дороге. Когда они оказываются вне безопасности. И поэтому значительное количество роликов посвящено этой проблеме. И в конце своего выступления будет вам продемонстрировано ролик, который, на наш взгляд, является наиболее удачным. Как происходит работа в данном виде социальной практики? Ну, во-первых, социальная практика – это педагогически управляемая деятельность учеников. То есть при организации практик мы должны понимать, на получение каких возможных результатов они направлены. На слайде представлен результат работы, который начинался как раз с темы профилактика личной безопасности граждан. В сентябре месяце, когда ребята начали создавать плакаты, и эти плакаты вывешивались или на территории детских площадок, где они договаривались с жильцами дома о том, что им разрешают это сделать, и собирали ответную реакцию на данные плакаты. Или на территории нашего социального партнера, школы интернет-намер 95, где существует адаптивная площадка, где играют дети из ближайших домов, и там существует стен, куда можно вывешивать различную текстовую и визуальную информацию. Также эти плакаты в уменьшенном варианте распространялись в почтовые ящики подъездов и домов, где живут дети. И в результате привлечения внимания к этой деятельности детям было предложено принять участие в акции «Засветись», которая происходила 17 сентября 2018 года, где были представлены многочисленные плакаты, которые были созданы детьми в процессе сентября-октября. И эта акция получила большое внимание со стороны средств массовой информации, получила отражение в интернете на уровне заказательного собрания Городской думы. И нам было приятно, что информацию об данном сюжете перепостил довольно большое количество групп ВКонтакте. И дети действительно увидели, что их позиция кому-то нужна. Они не безразличны для взрослых. Поэтому если рассматривать социальную практику как вид практики, в ходе которой конкретный человек, используя социальные институты, организацию учреждения, воздействует на систему общественных отношений и пытается изменить социальное общество, и развивается сам, то в данной акции дети смогли отследить все этапы и получить максимально позитивные ощущения. И те неверующие, которые говорили, мы не сможем что-либо изменить, они действительно после этого переосмыслили и сказали, если кому-то это нужно и наша работа оказалась востребованной, мы будем продолжать это дальше. Хочу остановиться на том, как происходит работа в группе, когда идет обсуждение стемпов развития проекта. Мы большое внимание уделяем развитию коммуникативной компетенции через проектную работу в команде. И здесь дети, которые сформированы из разных классов, умеют принимать на себя разные роли в команде, в зависимости от того, первый это проект, второй или третий. Умение слышать и работать с непременной личной точки зрения, потому что оказалось, что та проблема, которая значима для одного ребенка, не всегда значима для других. Рассмотрение вариантов реализации индивидуального маршрута внутри команды. И здесь очень приятно было наблюдать, как дети меняли свое отношение и с позиции роли статичной выходили на роль инноватора и креатора. Естественно, при подобной работе требуется умение ориентироваться в информационных потоках, как вербальных, так и айтишных. И самое главное, что дети научились изменять стратегию речи, стремясь убедить, что именно их проблема, именно их вариант стратегии должен быть принят. И я хочу вам показать вот акции, которые разрабатывают сейчас. То есть она находится на уровне социального проектирования. И для учителя самое необходимое – способность стать проблемным в поле с учеником. И вот акция «Скажи мусору нет». Надеюсь, что к концу декабря у нас будет новый интересный материал. А теперь предлагаю посмотреть ролик, который сняли учащихся восьми классов на ту проблему, которая больше их всего волнует в безопасности на дорогах. Продолжение следует... 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 Итак, в начале текущего учебного года в рамках гимназического социального центра «Мира неравнодушных детей и взрослых» была организована проектная деятельность пятиклассников. Для учеников этого возраста этот вид деятельности возможно сделать что-то интересное самому или в сотворчестве с одноклассниками или взрослыми. Это способ попробовать свои силы получить практический результат, актуальный лично для ребенка, и именно в этот момент освоить новые способы деятельности и показать свои достижения другим людям. Пятиклассникам свойственно повышенная активность, стремление к деятельности, им нравится делать трудную, требующую высокой компетентности работу, проявлять индивидуальность. В этом возрасте, в 10-11 лет, дети еще неравнодушны. Но взрослым важно научить их именно в этом возрасте взглянуть вокруг глазами хозяина города, научиться не создавать проблемы, не обходить их стороной, а увидеть, отметить и решить. Поэтому целью данного проекта стало формирование активной гражданской позиции гимназистов-пятиклассников через привлечение внимания к проблемам своего микрорайона. На старте проекта учители и ученики определили сроки его реализации, обсудили критерии, по которым он будет оцениваться. В ходе мозгового штурма пятиклассники составили перечень проблем, с которыми они ежедневно сталкиваются. Он оказался довольно объемным. И каждый говорил о том, что волнует лично его. Кто-то о дворе заставленном автомобилями, кто-то об одиноких стариках, кто-то о бездомных животных. Затем из этого списка ребята отобрали те, решения которых хотя бы отчасти зависят от усилий самих жителей. Ребята разбились на небольшие группы и составили план своих действий. Было решено, что каждая мини-группа на основе собранного фактического материала расскажет о проблеме и подготовит свои рекомендации по ее решению. В качестве итогового продукта учащимся был предложен формат социального ролика. И этот выбор был не случайным. Во-первых, этот проект не был первым для них. И опираясь на уже имеющийся опыт, ученики могли попробовать взяться за более сложную задачу, чем подготовка презентации или плаката. Во-вторых, подготовленные детьми ролики адресованы не только ровесникам. В электронном виде их проще сделать доступными для большого количества жителей микрорайона или разместить в социальной сети. В-третьих, сегодняшние гимназисты много времени проводят, не выпуская из рук телефона. Их гаджеты позволяют снимать любое видео нажатием одной кнопки. И как результат, странички детей в социальных сетях переполнены видеофайлами, которые в большинстве своем не несут никакой смысловой нагрузки. Гимназисты к 10-11 годам видели много кинофильмов, рекламы, видеоклипов. Но научились ли они понимать, что они видят? В мире смыслов, созданных для них другими, они зачастую совершенно беспомощны, интеллектуально пассивны и способны критически воспринять увиденное. Поэтому сегодня педагоги и взрослые во всем мире заговорили о необходимости кино и даже медиа образования. В школах многих стран в учебном расписании появились соответствующие уроки. ЮНЕСКО даже предложило использовать новое интегрированное понятие МИК – медиа и информационная грамотность, описывающие компетентности, необходимые для успешного решения жизненных задач индивидам, сообществам, страной, человечеством в целом, именно в информационную эпоху. МИК вооружает информированную независимую личность средствами для активного участия в постоянно развивающейся общественной сфере. МИК является неотъемлемой частью так называемых навыков 21 века или мягких навыков. Отдельные компоненты медиа образования внедряются в гимназию на уроках истории, МХК, литературы, но их комплексное использование в современных условиях пока возможно только в проектной деятельности. В процессе создания ролика от авторов требуется понимание и сочувствие рассматриваемой проблеме. Практика показывает, что ответы на вопросы, которые он ставит, приходят к людям прежде всего через личный опыт, через дела и сопереживания. Необходимость изучить и проникнуть в суть социальной проблемы дает ребенку личное понимание предпосылок возникновения социальных затруднений в жизни людей. Так рождается его гражданская позиция. Одной из проблем волнующих пятиклассников и их родителей является состояние Волги и ее берегов. Это не случайно, ведь границами микрорайона, в котором расположена гимназия, с двух сторон являются крупнейшие реки Европы – Волга и Ока. Изучив фотографии, сделанные нижегородскими фотохудожниками конца 19 века Карельным и Дмитрием, изучив картины, написанные художниками разного времени, дети убедились, что знакомые им с детства берега выглядели и по-другому. Собранные статистические материалы позволили выяснить, в чем главные риски, с которыми нужно помочь справиться великим рекам. Дети пришли к пониманию, что Волга не просто вода, водоем, хранилище. Это наша общая гордость, это наша история, это наша жизнь. Съемки роликов проводились прямо с телефона. Тем не менее, потребовалась большая подготовительная работа, с которой без активной поддержки взрослых, и это не только учителя, но и соседи, работники магазинов и так далее, детям пришлось бы трудно. Написание сценария, подбор объектов съемки, выбор удачных ракурсов, музыкального сопровождения, редактирование титров и закадрового текста. Во всем этом существенную помощь ребятам оказали их родители. Ведь многие из них прекрасно понимают, что сохранить контакт с возрастающими детьми достаточно трудно. И здесь нужно не просто проявлять искренний интерес к их школьным делам, а находить время и желание участвовать в них. Родительство – это работа. Такие слова написала одна из мам в своей анкете. Поэтому уже на первом собрании в начале года они были приглашены к участию в проекте, как и в ополноправные участники. А не в качестве строгих экспертов, оценивающих результат. При создании роликов пятиклассники освоили ранее незнакомую им программу IMAVI, которая входит в состав пакета мультимедийных программ UIF. Данная программа позволяет не только снимать изображение, но и монтировать прямо на телефоне. Во время презентации работы групп была произведена их оценка по формуле 3.2.1. То есть ребята находили плюсы, высказывали замечания и давали пожелания на будущее. Одноклассники оказались очень взыскательными зрителями, от внимания которых не ускользнула ни одна деталь, оказавшаяся в кадре. Сама оценка работы участников производилась при ответе на вопросы мини-анкеты, составленные по методике незаконченных предложений. Дети писали об изменениях, которые произошли с ними в ходе проекта. О том, что теперь они видят вокруг себя то, что раньше не замечали. Они убедились, что от их усилий зависит очень многое в родном городе. Испытали гордость, представляя результаты своего труда. Все участники отметили, что готовы применить полученные навыки в будущем. По окончании проекта принято говорить о его количественных результатах. Но гораздо важнее качественные изменения, происходящие в сознании пятиклассников. Я уверена, что сформированная в такой деятельности компетенция позволит ученикам ставить перед собой новые трудные задачи. Самостоятельно добывать и применять знания. Тщательно обдумывать с принимаемым решением. Четко планировать свои действия. Полученные навыки позволят пятиклассникам успешнее взаимодействовать и с потоком окружающей визуальной информации. Критически осмысливать ее и использовать для решения жизненных задач. Этот опыт позволит развить школьникам эстетический вкус. Скорректировать ценностно-смысловые установки. А главным итогом такой деятельности становится постепенно, шаг за шагом, формирование активной гражданской позиции. Ведь дети в такой деятельности учатся быть режиссером своей жизни. То есть нашей с вами истории. И в завершении моего выступления хотелось бы предложить вашему вниманию один из роликов, подготовленных пятиклассниками. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А мы продолжаем. Слово предоставляется Костенко Ирея Михайловне, учитель начальных классов гимназии номер 2, который расскажет о детско-взрослых сообществах как пространстве расширения социального опыта. Добрый день. Сегодня я поделюсь опытом работы в рамках деятельности Центра «Мир неравнодушных детей и взрослых». Я остановлюсь на одной из форм работы «Семейный клуб», который позволяет расширить пространство социального опыта детей через общение в детско-взрослых сообществах. Не случайно одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии является работа с родителями, вовлечение их в процесс воспитания и образования у наших школьников. Это направление предполагает определенную систему содержания форм, методов, приемов, педагогического воздействия. Особое место отводится родителям, как первым наставникам ребенка, а также коллективно-творческой деятельности. Эффективной формой работы данного направления стало создание семейного клуба. Семейный клуб – это такая модель объединения детей и родителей под руководством педагога, которая, учитывая возрастные особенности младших школьников, создает условия развития интеллектуальных, нравственных, физических качеств в процессе сотворчества, сотрудничества и толерантности. Наш семейный клуб был создан в первом классе изучающихся их родителей. «Мир познания» – это название, которое выбрали дети совместно с родителями. Цель работы клуба – это создание условий для воспитания творческой личности ребенка на основе возрождения и укрепления отечественных традиций семейной и родительской культуры. Задачи семейного клуба вы можете увидеть на слайде. А я хочу лишь добавить, что данная форма работы «Семейный клуб» позволила быстро адаптироваться и включиться в общешкольный проект «Мир неравнодушных детей и взрослых». Важное место в проведении всех мероприятий занимают родители, которые в совместной деятельности активны и инициативны. Именно они являются первыми помощниками учителя в воспитательной работе класса. Я думаю, что вы согласитесь со мной. Во всем дневной жизни родители нашего клуба помогают учителям. Внутри клуба создается атмосфера активной познавательной деятельности, сотворчества, которая приводит ребенка в состояние радости. Таков итог работы, содружества семьи и гимназии. Все дела в клубе – это различные коллективные переживания, накопление опыта нравственных взаимоотношений. Здесь дети учатся общаться не только друг с другом, но еще и с миром взрослых. И в общении, в совместной увлеченности рядом с родителями заложен успех духовно-нравственного воспитания младших школьников. Реализация задач семейного клуба осуществляется по нескольким направлениям. Это «Я и моя семья», «Моя гимназия, мои друзья», «Матушка Русь, я тобой горжусь», «Время пришло делать добро». Вот на этом направлении мне хотелось бы остановиться более подробно, потому что это направление связано с работой Центра мира неравнодушных детей и взрослых. И реализуя этот проект, были проведены мероприятия, о которых мне хотелось бы сейчас рассказать более подробно. Во время работы по направлению уроки вели родители. Например, что такое хорошо, что такое плохо. Во время этого урока происходило формирование четких представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Происходило формирование умения налаживать контакт с окружающим миром. Воспитывались положительные черты характера, такие как доброта, терпение, вежливость. Еще одно мероприятие – это работа творческой гостиной. Цель такого мероприятия – воспитать доброжелательность, умение увидеть красоту. Причем красоту эту нужно увидеть в простом и самом обыкновенном. Еще один вид работы – это создание книги «Добрых дел» и акция «Протяни другу руку». Эти акции позволили ребятам протянуть руку дружбы тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. То есть помочь спасти. Опыт участия в таких мероприятиях позволил и родителям, и детям принять активное участие. А самое главное – стать организатором мероприятий Центра неравнодушных детей и взрослых. То есть почувствовать, что же такое работа внутри. И вот в рамках проекта «Мир неравнодушных детей и взрослых» были проведены следующие мероприятия, о которых я хочу рассказать. Мероприятие – мастер-класс по изготовлению открытых в Дню пожилого человека. Этот мастер-класс проводили родители совместно с детьми. Открытки были вручены жителям нашего микрорайона, микрорайона Нижегородская ярмарка, в канун праздника. Ребята почувствовали свою значимость, а пожилые люди были тронуты вниманием подрастающего поколения. Еще одним этапом работы стало создание школьной социальной рекламы. Особое внимание мы уделили созданию школьных плакатов и видеороликов на следующие темы. За чистоту речи в общественных местах, за заботу о старшем поколении, охрану исторического и архитектурного наследия Нижегородской ярмарки, профилактика личной безопасности граждан. Демонстрация этой социальной рекламы проходит как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях. И хотелось бы отметить, что проходит показ этих роликов не только внутри нашего образовательного учреждения, но и задействованы все социальные партнеры нашего проекта. Демонстрация будет также проходить в социальных группах учащихся и их родителей. К созданию следующего проекта нас подтолкнул чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил и в нашем городе тоже. Матчи проходили на стадионе, который располагается в шаговой доступности от здания гимназии. И на очередном заседании нашего семейного клуба было принято решение создать видеоролик, связанный со спортом. Поскольку на заседании присутствуют не только мамы, но и папы, они хотели поделиться тем, что они тоже были когда-то детьми и занимались спортом. И главная идея ролика заключается в том, что будущее российского спорта – это дети, которым прививают спорт со школьной скамьи. И педагогами работают обыкновенные люди, обыкновенные тренеры и учителя. И у вас появится такая возможность в конце моего выступления увидеть этот ролик первыми. Таких же результатов мы планируем достичь, работая с семейным клубом, работая с детьми по направлению в Центр неравнодушных детей и взрослых. Конечно же, это формирование умения создавать социальную рекламу, как ролики, так и плакаты. Также повышение социальной активности детей именно начальной школы. Повышение уровня ответственности родителей за воспитание своих детей. А также создание информационных предпосылок для гармонизации детско-родительских отношений. Ну а сейчас вашему вниманию представим видеоролик на тему «Спорт в нашей жизни». Продолжение следует... 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 Родители раз в месяц выходят в класс и рассказывают о своей профессии, отвечая на ряд вопросов в виде игры интервью, где ребята берут на себя роль журналистов и задают ряд интересующих их вопросов, ну, естественно, заранее подготовленных. Уже в более старшем возрасте, например, в четвертом классе, можно подобрать другие формы работы знакомства профессии, например, фанты. Следующий блок достаточно объемный, ну и название такое говорящее, практический блок, называется «Совместный труд объединяет». Однажды Бернард Шоу сказал, что единственный путь к познанию – это деятельность. И на наш с родителями взгляд это достаточно архаичное высказывание, весьма актуально в современной жизни. И нет ничего лучше, чем практическая деятельность. Ну, я думаю, что вы со мной действительно согласитесь. Ведь она позволяет активное участие ребят в проектах, таких как территория значимых инициатив. Это весьма важно. Благодаря этому проекту наша воспитательная система выходит за рамки не только нашего класса. К этим мероприятиям присоединились и активно участвуют учащиеся как в нашей параллели, так и воспитанники школы-интернат номер 95, ну и ребята детского сада номер 54. Одной из наиболее понравившихся форм работы ребятам и их родителям является создание проектов «Древопрофессии моей семьи» с перспективной формой работы под названием «Аллея семейных профессий нашего класса». Ну и с последующим формированием парка семейных профессий. После каждой защиты мы виртуально, естественно, сажали каждое деревце. И у нас получилась замечательная «Аллея семейных профессий нашего класса». В рамках проекта «Территория значимых инициатив» «Аллея семейных профессий класса» может превратиться в «Аллею семейных профессий участников нашего проекта». Следующий блок тоже весьма интересен. Он носит перспективный характер и называется «Вместе в будущее». Это ряд занятий по замечательному курсу «Атлас новых профессий». Это понятие достаточно новое, но весьма актуальное. Эта идея работы с этим «Атласом» очень понравилась родителям. Они активные участники, а иногда организаторы наших занятий по данному курсу. Но мы считаем, что данный ряд мероприятий решает очень важную задачу. Участие в проекте предоставляет выбор, который расширяет представление о мире профессий, чтобы ребенок знал, какие профессии есть в современной жизни и ошибиться с выбором, будет весьма сложно, а порой и невозможно. А с началом работы в нашей гимназии, центра «Мир неравнодушных детей и взрослых», деятельность нашего детско-взрослого сообщества класса, заиграла новыми красками. На одной из встреч родители предложили уделить экологической проблеме особое внимание, тем более, что у некоторых из-за семей есть опыт. Под руководством одной из мам ученица рассказала о том, что несколько лет назад после посещения одной из европейских стран в семье появилась новая традиция – сортировка мусора в разных контейнерах. После выступления Софьи данная традиция появилась во многих семьях нашего класса, что немаловажно по инициативе самих ребят. В ходе одной из встреч мама Марсель рассказала о благотворительной акции, которая происходит в их организации. Она заключается в сборе, на первый взгляд, обычных пластиковых крышечек. Оказывается, это всемирная акция, называется «Волшебная крышечка». Мы связались с лидером данного проекта в Нижнем Новгороде Марии Беляевой. Она вышла в класс и рассказала, что данная акция решает ряд вопросов, как по экологии, так и по благотворительности в целом. Не проходит и дня, чтобы в нашу копилочку не попало ни одной крышечки. К этой акции присоединились не только ребята нашей параллели, но и гимназии в целом. В нашем случае мы помогаем Алёше Веденяпову, он является подопечным благотворительного фонда. Все крышечки складируются, потом отвозятся на перерабатывающий завод, и все средства, которые получают после взвешивания, передаются этому мальчику на лечение. Не только дети увлеклись проблемой экологии, но и родители. Одна мама предложила выйти в класс и провести небольшой урок на тему сортировку мусора. Ребята работали в группах, в четыре контейнера. Естественно, им нужно было в четыре контейнера вложить предметы, относящиеся к разным категориям мусора. Бытовые отходы, пластик, стекло и дерево. Участники группы отлично защитили свои проекты. Данная форма работы будет использоваться в дальнейшем. На наш взгляд, данный комплекс форм работы способствует решению одной из задач проекта «Мир неравнодушных детей и взрослых», а точнее, формирование системы социально-ориентированных практик, позволяющих достичь личностных результатов, а также не оставаться равнодушными к проблемам современного общества. Спасибо огромное коллегам. Что же мы ждем от этого проекта? Во-первых, формирование значимых социально-профессиональных умений и качества личности с целью приобретения нового социального опыта. Формирование умений работы по созданию социальных проектов и социальной рекламы. Работе в графических редакторах и в сети интернет. Повышение социальной активности подростков, младших школьников, молодежи через привлечение к социальным проектам. Ну а для родителей это же, конечно, повышение уровня ответственности за развитие и воспитание своих детей у родителей, создание информационных предпосылок для гармонизации детско-родительских отношений. Мы заканчиваем. Обращаемся ко всем слушателям. Просьба написать свои отзывы в чате. Надеемся, что материалы, подготовленные коллегами, были полезны. И ждем вас на следующих вебинарах. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова